Мы приступаем к рассмотрению в совершенно особой книге в корпусе книг Ветхого Завета, книги Псалтыри. Я не буду подробно рассматривать псалмы, не буду вообще касаться подробно всех тем, всех важных элементов этой книги. И попытаюсь только дать совершенно краткий такой общий обзор трех основных моментов. В первую очередь, конечно, мессианские места из Псалтыри. Ключевые вопросы, фундаментальные вопросы, духовно-нравственные вопросы, которые раскрываются в этой книге. И тот аспект этой книги, который я бы назвал Псалтырь о промысле Божьем в судьбах народа и в жизни каждого конкретного человека. То есть о промысле. Вот этих, собственно говоря, сверх этих тем мы ничего большего рассматривать, в Псалтыре не будем. Постараемся поскорее эту книгу пройти, потому что причина первая. Лично я и слышу, и читаю Псалтырь по-церковно-славянски. И вот воспроизводить эти фрагменты в живом эфире перед... И воспринимать их в живом эфире вне богослужебного, вот не вне форм богослужения, как-то вот без перевода порой очень сложно, тяжело. И поэтому это создает определенные проблемы. Если Библию можно было просто привести отрывок по синодальному переводу, то здесь несколько все усложняется. Это первая причина. А вторая причина в том, что вообще книга Псалтырь – это книга молитвенная. Чем ее отличает, главное отличие от всех других книг священного Писания. То есть это книга, которая и создана как сборник молитвы, то есть предстояния перед Богом. И используется она в церкви именно для молитвословия. И поэтому для того, чтобы как-то раскрыть Псалтырь, не надо над ней размышлять, ей надо пользоваться, ей надо читать, ее словами надо молиться. И она откроется именно тогда и только тогда, когда человек будет использовать ее для своего обращения к Богу, для своего общения с Богом, то есть для молитвы. И тогда постепенно эта книга начнет раскрываться, и непонятная, постепенно будет становиться понятным, то, что должно раскрыться, будет раскрываться, и большего на самом деле не надо. Да и вот много говорить на эту тему не должно, потому что на самом деле есть некоторый момент, который особенно это ярко проявляется в восприятии книги Псалтыри, что на самом деле проблема восприятия священных текстов не всегда является именно непонимание, незнание, недоумение, вызываемое теми или иными вопросами, поднимаемыми в священных книгах Ветхого Завета, а именно нашими духовными усилиями или их полным отсутствием определяется вот неспособность чего-то воспринимать. Особенно подчеркну, это относится именно к книге Псалтыри. И если для неграмотных, полуграмотных людей, русских людей 18-19-20 века Псалтырь была сокровищницей, в которой они черпали и вдохновение, и мудрость, и рассудительность, то тем более мы знаем, вот очень много теперь после наших бесед, вообще читаю очень много о священописании, о священописании Ветхого Завета, читаю очень много о священной истории. Единственная проблема, по которой можем чего-то не понять в Псалтыре, это именно не чистота нашего сердца, не окрыленность нашего духа. И поэтому много говорить на эту тему, я считаю, не стоит. И в то же время надо понимать, что всегда древние относились к книге Псалтыри с особым почитанием, с особым уважением. Как говорил святой Афанасий Великий, Псалтырь – это Библия в одной книге. То есть фактически действительно, вот когда мы начнем пользоваться этой книгой, мы увидим, что там есть все, от сотворения мира до страшного суда. Там есть и о Боге, и о явлении Его, о свидетельстве о Нем в трех лицах. Очень много о Христе, причем таких удивительных мест, мы коснемся их, которые прямо вот буквально пророчествуют об обстоятельствах, например, распятия Иисуса Христа. Именно начальную строчку 21-го Псалма Иисус Христос использует как одно из своих последних слов, сказанных им с креста. «Боже, Боже мой, почему ты меня оставил?» Это самое начало 21-го Псалма. И очень многое другого. Там есть о промысле Божьем, там есть о том, что значит смирение, зачем нужны жертвы, какие жертвы Бог принимает, как он относится к людям, раскрываются тайны исторической жизни народов, зачем человек подвергается скорби, искушениям, напасть, зачем Господь щедрит его, и какие условия того, чтобы Господь его ущедрил, как попасть в Царство Небесное, что значит соединиться с Богом и так далее. Очень-очень много всего. Не случайно великий отец Церкви Христовой, святой Афанасий Великий, так и сказал, что Псалтырь – это Библия в одной книге. Именно по этой причине, плюс все вот эти удивительные качества Псалтыри, они, вот, как бы сказать, имеют дополнительное качество, они, дополнительное качество книга Псалтырь, она приспособлена для того, чтобы это не просто читалось человеком, размышлялось, а именно человек обращался с этими словами молитвы, то есть эти слова вплетены совершенно необыкновенным, уникальным образом в молитвословия, в хвалу ли, в просьбу ли, в покаянии, даже размышления, оно и то носит молитвенный дух, молитвенный характер. Вот, и поэтому, конечно, подобные книги, не то, что в Священном Писании, нет вообще, среди церковных книг, пользующихся церковью, подобного ничего нет. И поэтому, естественно, эта книга сразу, буквально, как только возникла Христова Церковь, она сразу стала использоваться по преимуществу, именно для того, чтобы организовать какую-то форму богослужения перед Богом. Все можно почитать, но как к Богу обращаться? Где конва богослужения? Как оно должно быть выстроено? И вот этой основой, этой конвой, этими вот какими-то элементами, вот креугольными элементами, на которых постепенно поднялась вся красота церковного богослужения, стала как раз псалтырь. И подвижники, которые уходили, восходили на крест, восходили на мучения, на страдания за Христа, воспевали псалмы. И те, кто брошен был в тюрьме, воспевали псалмы. И те, сорок мучеников, находясь в озере Севастийском, воспевали псалмы. И когда мучение кончилось, люди воспевали псалмы. И когда они ушли в пустыню, они также пели псалмы. И псалмы никогда не отходили от их уст. Как молитва Иисуса постепенно вот эту форму выкраслилась и приобрела в монашеском подвиге. И постепенно стала основным молитвословием подвижников. Но и тогда псалтырь никуда не ушла из жизни людей, посвятивших себя на особенное служение Богу. И до сих пор псалтырь неразрывно, постоянно сопровождает всегда, везде делателя, служителя Божьего, делателя, труженика на Ниве Господне. Потому что иной формы молитвословия, которая бы могла так много давать, так много открывать человеку, вот на самом деле церковь не нашла. И вот это совершенно особый, уникальный характер. И можно сказать таким образом, что псалтырь есть некоторое лирическое, поэтическое переживание присутствия Бога в жизни человека. Не просто констатация факта, не просто свидетельство об этом, а именно молитвенно-лирическое переживание его присутствия. Можно сказать, наверное, не будет привлечения, что псалтырь – это поэзия Святаго Духа. Он тот орган, он тот инструмент, который издает эти звуки. И поэтому вся псалтырь, она, как бы сказать, звучит, наполнена этой благодатью Святаго Духа. Каждая строчка в псалтыре, все образы, все символы и знаки, они как бы наполнены этим дыханием Духа. Но важно понимать, что, как сказал один человек, что фактически псалтырь, точнее, те молитвы, которые содержатся в псалтыре, они на самом деле, они по истине принадлежат только одному человеческому существу – Иисусу Христу. Только он на самом деле тот, в ком псалтырь, каждая строчка псалтыри действительно звенит совершенно ясной истинностью. Например, такие слова «не обретися во мне лукавства». Вот, в псалтыре есть, что «ты не можешь найти во мне лукавства, как бы ты меня ни рассматривал, нет неправды во мне». Вот по-настоящему сказать это и изречь это и очень многое в псалтыре может только Господь наш Иисус Христос. И поскольку мы все и по мере нашей причастности Иисусу Христу, по мере прорастания Его жизни в нас, по мере того, как Он изображается в нас, по словам апостола Павла, по мере того, как мы действительно сраспинаясь с Ним, соединяем свою жизнь с Его, псалтырь становится и нашим дыханием, нашей молитвой, нашим выражением своих чувств к Богу. И поэтому вот это как бы объясняет то, с чего я начал свою сегодняшнюю беседу, что по-настоящему вот для того, чтобы открылась псалтырь, надо просто начать пользоваться ей и насколько это в наших силах, духом своим пытаться исполнить те обеты, которые мы дали в крещении, через что соединяться с Богом, сочетаться со Христом, становиться все более близким, с прасленным, сочетанным с Ним, вот прорастать в Него есть такой образ. В этом плане псалтырь очень сильно помогает. Она как бы одежда, которую мы надеваем, и она нам не по мерке, но постепенно одевая эту одежду и пытаясь, делая усилий для того, чтобы соответствовать этой одежде, мы постепенно обретаем те формы, которые на самом деле вот и требует от нас книга псалтырь, или как сказано в 117-м псалме, сказано «отверзох уста моя и привлекох дух». То есть открывая уста свои для произнесения слов псалтыри, мы привлекаем к себе благодать Святаго Духа и сердце наше насыщается этой благодатью, и постепенно те слова, которые мы читаем, те слова, которыми мы связываем наш дух и наш ум, проникают в нашу жизнь, становятся нашей жизнью. Поэтому святые отцы и велели, и советовали, и рекомендовали постоянно использовать псалтырь. То, что касается исторической, или, так сказать, чисто практической канвы, то известно, что, ну, по крайней мере, предание такое, что не все псалмы написал, если так можно выразиться, царь и пророк псалмопевец Давид. Хотя, очевидно, по всей возможности, именно он положил этому начало. Потом эти псалмы добавлялись, но, как я уже сказал, важно то, что автором, органом, который наполняет псалмы смыслом и благодатью является Дух Святой. Но то, что касается Давида, очень важно. Давид стал петь псалмы именно в каком-то особом виде, в особом статусе, по той причине, что царь Саул был одержим духом тьмы, раздражения, гнева, его мучил бес, его мучил дух злобы. И только тогда, когда Давид начинал воспевать псалмы, очевидно, что царь и пророк Давид использовал эти псалмы, то есть пел эти псалмы и так выражал свои чувства к Богу и раньше. Но именно сила Давидовых псалмов, сила духа, заключенная в том, что пел и как пел Давид, стала явным для Ветхозаветной Церкви, для человечества и лично для Саула именно вот в обстоятельствах, связанных с тем, что дух злой мучил Саула. И когда Давид пел, Саул утешался, в смысле он становился тихий, потому что дух злой отходил. И вот это качество псалмов, то есть их способность утешать возмущение человеческого сердца, их способность просветлять человеческие помыслы, их способность отгонять духов злобы поднебесной, которые постоянно вокруг нас, по слову апостола Петра, ходят, как львы, ища кого бы проглотить. Вот это свойство псалмов было усвоено и Ветхозаветной Церкви, и, естественно, Новозаветной Церкви. И что бы там ни говорили, как бы порой скептические, современные, рационально мыслящие люди не относились к псалмам. На самом деле, есть ли с должным вниманием, по крайней мере, относиться к тому, что вот мы произносим, говоря псалмы, мы увидим великую силу. И не случайно на протяжении ну вот 20 века, в самые страшные годы гонений, ныне восстанавливая по крупицам жизнь подвижников благочестия, исповедников, мучеников, мы постоянно сталкиваемся на то, что они и на их устах псалтырь была. И в их жизни она производила удивительное воздействие, так же, как и в жизни святых. И мы не можем в этом плане сомневаться и думать, что вот сейчас та сила, которая заключена в словах псалтыри, она не действует. Надо всего лишь иметь веру, что действительно святые отцы не ошибались, что тот двухтысячелетний опыт жизни церкви, который пронизан весь и пропитан весь словами псалтыри, богослужения, жизнь, жития святых, все пропитано так или иначе словами этой книги, этих молитв. Собственно говоря, по образцам псалтыри составлены и наши молитвословия, те, которые мы обычно произносят, иногда по своей структуре, словами, отдельными блоками, все взято основанием имеет псалтырь. Так вот, если церковь жила две тысячи лет и знала, что это полезно, спасительно и благодатно, почему мы вдруг будем в этом сомневаться? Надо поверить, что это действительно так, пользоваться, читать, и мы видим великое благо от этого. Вот интересный есть исторический пример, чем, наверное, я сегодня и закончу такую водную беседу о псалтыре. В житии великого князя Михаила Тверского, Михаила Ярославича Тверского, есть такой эпизод, то есть, он был замучен, убит зверски, жестоко убит в Сарай-Бату, в столице Золотой Орды, будучи вот вызванный туда и пришедший туда добровольно и был оклеветан Юрием Даниловичем, московским князем, ну и в конце концов вот зверски убит. И вот уже понимая, то есть, он и идет, едет в Орду, зная, что он едет на смерть и вся его родня знает, что он едет на смерть. И приехав в Орду и понимая, что он ничего не может сделать, потому что он благочестивый, он не может использовать неправду и он понимает, какова будет развязка. И вот он начинает, с ним всегда рядом священники, вот он начинает ежедневно читать псалтыри, прочитывает очень много, поскольку делать ему больше нечего, постепенно он попадает просто под домашний арест, вот он практически этим занимается, он просто либо слушает, либо вычитывает сам псалтырь. И вот, когда положение становится все хуже и хуже и хуже, а он продолжает так читать псалтыри, вот в конце концов его заковывают в деревянную колоду, то есть, движение его стеснены, связывает ноги в колоды, руки в колоды, голова в колоды, и вот обремененная этой тяжестью, изнывая от всех этих страданий, скорбей, и вот постоянно слушая псалтырь, уже не может это читать, буквально за несколько часов до смерти как раз доходит вот время читать 21-й псалом, Боже, Боже, почему ты меня оставил, и вот священник читает этот псалом, и вдруг Михаил как бы встрепенулся, встрепенулся, лицо его озарилось, он говорит, а подожди, а о ком Давид говорит эти слова, и вдруг до него доходит смысл, что это пророчество о страдании Иисуса Христа, что именно по этой причине вот Давид предвидел, и Духом Святым предсказано было, и собственно поскольку Давид есть, поскольку Христос есть потомок царя Давида по плоти, и вот это все вдруг ему открывается со всей ясностью, и он вдруг понял вот весь глубинный смысл и этого псалма, и возможной всей псалтыри, и вдруг понял, что ему-то открывает этот смысл потому, что он сейчас разделяет эту же скорбь со Христом, и он понимает, что приходит во последний час, и встречает смерть достойно, принимая по-христиански, как действительно святой князь, все его последние слова, минуты, часы жизни, они записаны его верными людьми, которые были с ними до конца, ну вот важен этот смысл, то есть человек может читать псалтырь, псалтырь читать и читать, но тогда, когда жизнь его, его усилиями, обстоятельствами жизни, начиная действительно какими-то элементами подобляться жизни, той жизни, которую заповедовал Христос, то есть разделять действительно со Христом его скорбь, страдания, боль, тогда открывается вся глубина и удивительная красота и тайна псалтыри. Но для того, чтобы это открылось, надо действительно предпринять труд для того, чтобы регулярно обращаться и молиться словами этой книги. Субтитры создавал DimaTorzok